Друзья, вчера был важный день в истории нашей страны. Граждане России, миллионы граждан выразили фото недоверия партии «Единая Россия», партии Путина, партии жуликов и воров. А вчера было совершено государственное преступление, наплевав на волеизъявления граждан. Жулики и воры, организованная группировка во главе с Чуровым и Сурковым украла у людей их голос. Привет, Москва! Привет, свободные граждане России! Не овощи, а граждане! Сегодня исторический день для России. Россия проснулась. Путин, «Единая Россия», партия воров и жуликов. Позорно! Проиграли вчера! Позорно! Мы должны гордиться дальневосточниками, сибиряками, уральцами, москвичами, питерцами, волжанами. Везде, где люди шли и голосовали против воров и жуликов. Позорно! Позор Путину! Позор Ледведеву! Позор Единой России! Позор Пчурову! Позор! Давдой фальшивые выборы! Позор 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 Давдой воровскую власть! Да здравствует Стиво Да здравствует Россия Можно я вслитку под конец? Спасибо! Россия без Евра! Россия без Путина! Добрый вечер, Москва! Друзья, вот те, кто стоят здесь спереди, не видят, я не вижу конца на самом деле. Люди стоят до конца, до конца чистых прудов. Представляете, сколько нас? Они заблокировали наш сайт, они рушили наши живые журналы, они уничтожали информацию об этом митинге. И несмотря на дождь, несмотря на репрессии, несмотря на то, что не пускают никого, там еще две тысячи человек стоит, которых не пускают. Нас так много, а значит мы победим! Вчера, дорогие мои, Путин и его партия жуликов и воров потерпели сокрушительное поражение. И это поражение нанесли мы им, свободные граждане, свободной России, которых не запугать. Да, они объявили по своему зомбоящику, что у них 238 мест и что они получили 49,5% голосов. Кто им верит? Кто им может поверить? У нас были наблюдатели по всей стране. Я вам хочу сказать и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и на Урале, никогда у них не было больше 30%. Ни разу не было. Ни разу в Москве данные, которые мы получили о солидарности, на 30 участках, свидетельствуют, они набрали 23% в лучшем случае. Наши наблюдатели повсеместно фиксировали, что они не оформляют никакие протоколы, что они везли в свои воровские избирательные комиссии, и там за нас с вами им приписывали миллионы голосов. Всего им приписали 13 миллионов по меньшей мере голосов. Это настоящие воры, настоящие жулики. Они думают, что мы ничего не видим. Мы все видим за Россию без Путина, без этих подонков, без этих негоняев, без этих подлецов. Но, дорогие друзья, очень важно не расслабляться. Россия без Путина, Россия без жуликов, Россия без воров, без холуев, без подонков, без негоняев. Но очень важно не расслабляться, друзья. Очень сейчас здесь, я знаю, присутствуют сотни отважных людей, которые были наблюдателями на так называемых выборах. Мы должны сделать все, чтобы были возбуждены уголовные дела против тех подлецов, которые украли наши с вами голоса. Им, кстати, согласно уголовной статье номер 141, им положено до пяти лет лишения свободы. Слава Богу, благодаря Фейсбуку, благодаря живому журналу, благодаря интернету, у нас есть тысячи видеосвидетельств, как они крали у нас голоса. И сейчас очень важно, и мы организуем в солидарности, специально организуем юристов, которые будут вам помогать, требовать, посадить этих бандитов, которые крали у нас голоса, посадить их в тюрьму. Вор должен сидеть в тюрьме. Они украли у нас голоса. Они должны за это ответить. За Россию без Путина! Россия без Путина! Россия будет свободной! Еще один момент. Они в марте, так у нас голоса украсть уже точно не смогут. Я вам могу сказать, что даже те люди, которые были далеки от политики, даже те люди, которые вообще не интересовались своей судьбой, даже они возмущены этим воровством и беспределом. Они у нас в марте по полной программе получат Россия без Путина! Ура! Слава свободной России! Слава свободной России! И последнее они выиграли голосами Кадырова. Кадыров написал жуликовую вору главному стране. 99,5%! И примерно столько же ему написали в Дагестане и в Карачаево-Черкесии. И он думает, что если он будет президентом Кавказа, то он будет управлять Россией. Хрен ему! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Ура! Я вам очень кратко, значит, без жалоб, без бахвальства. То, что произошло вчера, это была разминка. Это была разминка на более легком сопернике. То есть вот вся эта марионеточная партия, да, ну типа вроде бы выиграла, обманула. В Думу, естественно, прошла, будет там что-то делать, но вы прекрасно понимаете, что в общем-то, в общем-то, это не серьезно. В марте, по-моему, 4-го числа. Вот тут уже будет серьезная история, потому что это уже будут избираться не шестерки, а будет избираться Паххан. Демонстрирую, демонстрирую, демонстрирую портрет. Это Владик Монро. Владик Монро, наш замечательный художник. А в роли, сами знаете, кого, чьей нельзя называть, но не Вулан-де-Морт. Сами знаете, кто это. В общем, короче говоря, вас тут довольно много, я думаю, несколько тысяч. Я думаю, что в нашей стране имеется огромное количество сильных, достойных, смелых, веселых людей. Вот будьте все такими, пусть все ваши друзья будут такими. И тогда в марте очень может быть, что у нас будет настоящий праздник. За Россию без жлобов, за Россию без трусов, за Россию без подлецов. Ура! Долой, власть чекистов! Долой, власть чекистов! Алексей! Всем привет! Пока перевязал через забор, чтобы попасть на этот митинг, забыл все слова, которые хотел сказать. Там реально еще две тысячи человек стоят, которые ждут. Здесь разные люди, которые придерживались разных стратегий на этих выборах. Я хочу просить, хочу идентифицировать здесь тех, кто голосовал. Поднимите руки тех, кто пришел и проголосовал. Я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за то, что вы ощутили себя красенными. Спасибо за то, что вы сказали этим козлам, мы есть. За то, что вы сказали породатому Чурову и его начальство, мы существуем. У нас есть наши голоса. Мы существуем? Да! Мы существуем? Да! Они слышат этот голос и они боятся. Я не понимаю, почему я пришел на свой избирательный участок, проголосовал. А потом какой-то урод встал рядом и сказал, ты проголосовал за Единую Россию. А я говорю нет! Я хочу, чтобы вы сказали это. Вы голосовали за Ядро? Нет! Вы голосовали? Нет! Как называется эта партия? Жулик Верной! Это партия жуликов, воров и убийц. Эти люди должны бояться нас. И они должны понять, что мы их ненавидим. Мы каждый раз повторяем, и это может быть кому-то кажется шуткой, не забудем и не простим. Но мы не забудем и не простим. Нет! Забудем! Мы сидим в своей квартире, и какой-то урод пришел и шарит по ней на наших глазах. И говорит, спокойно, спокойно, смотрите телевизор. Я вот здесь только в тумбочке еще немножко поищу. Я еще тут вашу шубу отнесу. Это враг, и мы его ненавидим. Они должны это четко понимать. Мы будем приходить, голосовать и отстаивать наши голоса. Но кроме этого врага, есть еще одна важная штука. Что многие из нас, где-то в душе все равно, у многих из нас где-то скребется мысль. Ну что, пришли, помитинговали и разошлись. Покричали и разошлись. Покричали и забыли. Они же хомячки. Они же никто. А у нас есть вот эти космонавты в пятнистой форме. И поэтому мы власть. А мы говорим, что власть это мы. И после этих выборов у кремля-жуликов нет ни одного полномочия сказать, мы власть, они никто. Один жалкий, другой надутый. Нам не нужна эта власть. Нам не нужны жулики и воры. Мы хотим другого президента, а не жулика и вора. Другого президента, а не жулика и... Вора! Другого президента, а не жалкого и вора. Да! Вы знаете, я завершая свои выступления, повторю кричалку, эксперимент рискованный. Здесь либеральная публика, наверное, в основном. Но я повторю ту кричалку... Путин ВАР! Как ему это неприятно слышать, но будет еще неприятно. Так вот, важная вещь, без которой ему ничего не получится. Мы должны понимать, что один за всех и все за одного. Другого варианта нет. Один за всех и все за одного! Вот видите, это работает не только на русском матче. Мы победим, потому что мы правы, мы есть, мы существуем. Один за всех и все за одного! АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, прежде всего, я хочу вас поздравить с нашей победой! Потому что мы их сделали! АПЛОДИСМЕНТЫ И еще, друзья! Жулики и воры! Натягивали себе эти проценты, как могли! Потому что там, где не было фальсификации, красная цена была 25%! Это то, сколько они стоят! Это красная цена на сегодняшний день! И я хочу вам сказать, давайте бороться за то, чтобы признать эти выборы нелегитимными! И требовать новых выборов! Мы хотим новых выборов! Маргиналы – это люди, которых никто не представляет, которые никого не представляют, кроме… АПЛОДИСМЕНТЫ А, вот так надо? АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, буду тренироваться, я никогда не выступал перед такой аудиторией! АПЛОДИСМЕНТЫ Те люди, которые объявили себя победителями вчера, никого не представляют, кроме кучки феодальных режимов, в диапазоне от Мариэл до Кадырова. Эти люди – маргиналы. Они это поняли. Он это начал догадываться еще в Олимпийском. Вчерашний вечер дал полное подтверждение этому. Это маргиналы. И мы впервые говорим, ощущаем себя частью большого народа, который вчера высказался совершенно внятно. Люди, которые при всех этих каруселях, при всем этом диапазоне обслуживания от Кати Андреевой до Чурова не смогли при всех этих возможностях дотянуть до половины – это, конечно, очевидно уходящая натура. Но мы только в самом начале. Поймите, только в самом начале. Только психологическая победа. Но очень важно. Вчера я смотрел, как президент Медведев приехал в штаб Единой России. Вспомнил, как моя дочь когда-то ходила с нами, трехлетняя, пришла в рыбный магазин и, увидев мертвого судака, сказала, какие-то глаза у него скучные. Вот у них были скучные глаза вчера. Скучные. Хотя они еще живы и даже что-то празднуют. И президент Медведев сказал им, что я надеюсь, сказал он, это была последняя фраза его обращения к соратникам, я надеюсь, сказал он, что динамика сохранится. Мы не просто надеемся в этом, мы в этом убеждены. Динамика сохранится после 67% были на самом деле, в реальности, да, где-то даже с натяжками 45-46, на тот момент, когда он говорил, динамика сохранится, их будет 20, потом они будут прятаться от нас. И совсем простая мысль напоследок. Россия это мы! Спасибо. Россия – это мы! Молодцы! Вот так вот они ходили 4 декабря с мешочками под своими куртками, вот здесь вот у них лежали бюллетени за партию шестерок, партию жуликов и воров, видите? Мошенники! И мы поймали их за руку, и мы привлечем их к ответственности! И то, что у нас в Москве 47% за единую Россию, разве это правда? Нет! И это не ложь и не вранье, это не фальсификация, это уголовное преступление! И ответственность за это преступление несет глава Мосгорисбиркома, мерзавец по фамилии Горбунов! И если Собянин не сдаст его в прокуратуру и его не посадят в тюрьму, то и мэр Собянин будет нести ответственность за это уголовное преступление! Собянин! 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 Спасибо вам всем! Никогда еще не было в Москве такого ощущения единения и решительности. Спасибо! Я не успел вчера проголосовать, я собираюсь это сделать сегодня. Я хочу показать вам, как правильно голосовать. Вот у меня есть с собой бюллетень. Вот если у кого-то тоже есть с собой, возьмите его вот так вот в руки, я вам покажу, как правильно голосовать. Значит, во вторую руку вы берете зажигалку и делаете вот так вот. Ну давай, 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 давай. Это провокация, провокация кровавой губни. Ну давай, 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 давай. Сурков сделал несгораемые бюллетени, босс что мой. Вот вам, вот вам жулики и воры, стринистые мошенники, бандиты, негодяи, мерзавцы, которые боятся одно слово правды сказать, даже когда им дают эфир, свободный эфир на федеральном канале. Вот вам голос мой. Россия без Путина! Россия без Путина! Революция! 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 Конституция! Мы победим!